Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Что такое нейро, нейроны? Нейронные связи, да. Чем занимается NLP? Как можно это описать словами? NLP это какой-то термин психотерапии, психологии классической, который позволяет моделировать, то есть копировать навыки действия успешных людей, применяя их на себе. Понятно? Разные методы, техники, различные моменты, которые позволяют моделировать опыт успешного человека и применить его на себя. При помощи этих техник научиться быть таким, как был этот человек. То есть, выучиться быть таким, как он, и по факту, в конце концерта, как был этот человек. Мы стараемся, прикладаемся на лодину. Да. Как это сформулировать? Чтобы вы понимали доступно. Главное, не понимайте, что это программирование других людей. То есть, это до свидания сразу. Потому что часто в популяризованном мире, в современности, очень круто преподносится NLP в пикапе, например, используется. Там есть такая легенда, что если ты используешь NLP, когда ты склеиваешь девочек, то ты как-то напугиваешь эмоциональный мозг, и они тебя после этого дают. Ну, как бы, NLP с этим не так не связано. И, наверное, не нужно понимать то, что NLP вам как-то поможет в управлении другими людьми, а например, что помогает в себе разобраться, раскопать всё и потом уже соответствия иметь какие-то крутые результаты. То есть, применять прежде всего на себе. То есть, сразу учиться на себе это всё применять, а не на других людях. Давай сразу скажем. В общем, смотрите, ещё такая история есть. Мы вам сегодня дадим очень клёны две, три, две техники. Сейчас и потом. Ну, давай я уже начала. В общем, смотрите, будет у нас один с вами маленький уговор. Уговор будет касаться того, что эти техники нельзя применять на тренера. Потому что есть такое впреждение, что как только тебе дали молоток, весь мир начинает казаться тебя небольшим гвоздём. Ты начинаешь этим молотком куячивать по всему тому, что движется мне. Вот, поэтому. Техники классные можно применять на всех остальных, кроме меня и оптима. И момент. Программация, которая получена здесь, она должна быть полностью потенциальной, потому что по факту такого мероприятия никогда не было, ни быть не может. Потому что это курс ораторского мастерства, и он может быть только в ораторского средства. А вообще его нет. Ну, это вот 25 месяцев. Да, его нет. Анушу дали им с форума. У с чатов не с чатов. Да, здесь еще, чтобы вы понимали, мы просто пришли пообщаться ищем кубик. Вот, по моментам еще раз, кондициальная информация, поэтому используйте для себя, рассказывайте кому не надо, будете на ораторском подробно найти. Еще раз, если формулировать, что такое NLP, это направление психологии и психотерапии, основанное на копировании, то есть моделировании, навыков вербальных и невербальных навыков успешных людей. И еще раз, если будете рефимировать, направление психотерапии и психотерапии, направленное на копирование и моделирование успешных людей. То есть, навыков успешных людей. Хочу только спросить. В вербальных и вербальных инструментах. Все вопросы не связаны. В общем, смотри. У нас, на самом деле, в РСЖ раньше было очень сильно развитое направление. И у нас Вова это просто учил и рассказывал. Поэтому где-то что-то может от меня слышать, от Артема или от других ребят, кто давно работает на бане, например. Вот. Сейчас, как бы, есть такой момент, что общий вектор развития активистового группы шел в ту сторону, что мы сразу ищем ребят способных, талантливых, хороших, которые уже обладают всеми необходимыми навыками для того, чтобы получить под директором, выйти на определенный уровень дохода, открыть свой филиал и так далее. То есть, мы встали на рейсе бизнеса. Поэтому мы немножечко оставили позитив этот момент с тем, что можно работать с людьми в контексте коучинга или работать с людьми в контексте работы с людьми в контексте изменений внутреннего мира и так далее. Вот. Поэтому очень хочется, чтобы сегодня когда вы знаете эти все моменты, вы нисколько больше на это внимания уделяли тому, что вы будете работать с людьми, ну... Работать с людьми, да, и применять это на них. Сколько применяли вы на себе? Ага. Потому что, если вы сможете это применить, и в будущую жизнь, там будет все отлично, и хорошо, и будет популярно шагнуть вперед. И сразу же очень хочется разобрать, что информация вокруг нас, она воспринимается через канал восприятия. Может быть, вы о них слышали. Сегодня мы с этим будем работать, чтобы вы понимали. Поэтому очень хочется, чтобы вы сразу записали. Придем мы сейчас, да? Окей. Какие каналы восприятия информации вы знаете? У человека. Клуб. Клуб. Ага. Клуб сезон. Отседание. Клуб сезон. Оборвание. Ага. Клуб сезон. Рассматривать связь. Связь важна. Вообще, их три, но там одну и две цена, два, поэтому и пять. Запишите первое. Первый канал восприятия. Запишите информацию, воспринимается через канал. Воспринимается рецепторами пяти каналов, если вы слышите. То есть информация о мире, о всем то, что у нас есть, воспринимается через пять рецепторов. Все, что вы сказали, в принципе, правильно. Чтобы точно дать, я в некоторые моменты буду вам рассказывать, поэтому здесь уже записан, чтобы точность информации передавалась. Максимально близкая. Так что мы будем заглядывать в информацию. Да, может и там. А, я в руку. Да. Правильно, да. Первый канал правильно сказали, слуховой. Как он называется? Красиво, хорошо? Аудиальный. Аудиальный, правильно. Аудиальный. И теперь поставьте, напишите то, что слышим. То есть аудиальный канал – это то, что слышим. Второй канал. Визуально. Правильно. Визуально, правильно. Визуально – это то, что вы видите. Еще раз. Тактильная стопа. Ну, еще раз. То есть аудиальная. Кинестатические запишите. Кинестатические запишите. Запиши здесь, Маша, чтобы сейчас по буковкам было хорошо и красиво. Сейчас, сейчас. Запиши пока те, которые есть. Кратце, буковками. Сейчас в кобочках запишите, Маша напишет красиво, как такие называются. Потому что вот первый визуальный. Визуальный. Визуальный действие. Визуальный. А. Визуальный. И четыре. Это вот то, что с этим. Спасибо. Вообще, если подробно заниматься всем этим, они еще делятся. На некоторых подряд, но это совсем обязательно. Аудиальный, дегитальный, аудиальный, тональный. Что это такое? Я чувствую. Внутренние дела. Выделяющие слова. Посмотри, аудиальный. Короче, ты описываешь, например, что-то. Это же модальность. Ты описываешь, да? Написываешь картину нахуй, например. И ты используешь картинки, образы, слуха, выиграны. То есть, что вот, что листынки. Это будет традиция у меня взяли на канал. Ты используешь пенестички. Я чувствую. Мне приятно. Прикосновения. Ты используешь организм. Я думаю. Что. Я думал. Я понял. Я узнал. То есть, то, что... Отвучивание будет в виде диалога, короче. Скоро. Окей. Ну, из этого вытекает. Это вы все знали, что это нам что-то дальше работать было. Потому что не просто позиция по нем. Там будет одна из-за все. Две еще что-то знаете. И чтобы сразу понимали, да? Что точки надо расставить. Знаете, наверное, что мост человека, девца на две части, два полушария, знаете, да? На левое и правое. И каждая полушария отвечает за свои действия. Запишите себе это, если вы знаете. Мост девца на два полушария, левое и правое. И каждый отвечает за свои действия. Знаете, за что левое и правое отвечают? Левое отвечает за логически-аналитическую часть. То есть вся логика и анализы. И анализы. Через левую часть ребенка мозга, левое получает. Правое отвечает за вашу творчество. Сворчество и активное. Левое логическое, правое творчество. По моментам. Ну, и сейчас первый путь упражнения, первый момент, очень важный, о котором мы расскажем. Очень важно развивать левую и правую часть головного мозга. Потому что у кого-то левое хорошо работает, у кого-то правое, кто-то за логику хорошо отвечает, кто-то за творчество. А задача, чтобы они коннект поймали между собой. И чем сильнее связь между ними, тем лучше работает ваша голова, тем лучше работает ваша голова, больше ваши результаты в любом действии, в любой деятельности. По моментам слышали, наверное, такие фразы, что наш головной мозг работает на сколько-то процентов, да, сейчас научно что-то доказано, что-то не доказано, но работу головой можно усиливать. То есть если у одних людей работает голова лучше, то у нас тоже можно лучше работать. И есть очень важное упражнение, которое поможет задействовать как левую, так и правую часть головного мозга, чтобы они росли. На ораторском это упражнение дается на первую ступень ораторского мастерства, и оно выполняется в течение недели и всего ораторского в целом. То есть вот сейчас то, что мы будем давать, очень хочется, чтобы у вас осталось после сегодняшнего дня, и мы каждое утро начинали с этого, потому что после этого упражнения голова начинает работать под рукой. И нейронные связи усиляют. То есть они маленькие и тоненькие, и после этого упражнения они тренируются, как любая мышца, и все стогнал. Понимаете, да, посылок? Поэтому старайтесь это упражнение делать каждый день, когда просыпаетесь, а лучше, чем чаще, чем лучше. Плюс мы дадим более продвинутую версию, чтобы качалось нубль на голова и все, что внутри вас находится. Я добавлю, наверное, собственно, так или иначе, но упечатка свойства к терапии и к работе с различными проблемными состояниями. И упражнения вот это можно делать еще не только для того, чтобы ваши связи и ваша правая и левая часть отлично работали, но еще и для того, чтобы изменять свое внутреннее состояние. Оно может изменяться состояние, например, к поводу не очень позитивного, либо выручного, либо логичного, не очень ресурсного, но ресурсное. При этом образуя новые неровные связи, то есть ты этот момент в какой-то хреновой ситуации проживаешь заново, выполняя это упражнение, он утилизируется, комбинируется и становится малозначимым. И образованные новые неровные связи между правым и левым улучшением, они позволяют вам по-новому в той же ситуации, в которой она старается проживать в институциях и по-новому реагировать. Как это так? Пока понятно? Есть в жизни по 100% такие ситуации, где вы нечасто вспоминаете и думаете, что вот я могу поступить в другую опыту, я могу быть там чуть больше уверен, позитивный. Там я такой ошибки не должен быть. Есть, да. У кого такой? Вперед. Ну, все. Нет, по факту. А кого ты икос? Вот, самый главный вопрос, да. Есть такие моменты, которые ты вспоминаешь, да, лучше бы я там это сделал, лучше бы я там что-нибудь делал. А есть такие моменты, которые ты думаешь, что ты реально загоняешься, и это тебе просто мешает жить, потому что каждый утро просыпается, например, и бабушку через дорогу не перевезла там. Понимаете, да? Фасы. И выполнение этого упражнения может быть как просто развитие головы, так и проработка, моделирование иной ситуации. Понимаете? Изменяйте ее. То есть, когда вы делаете это упражнение, в смысле вот об этой ситуации прорабатывая ее, ваша голова, ваша бессознательная начинает менять, потому что у тебя, понимаете? Сейчас мы это разберем, чтобы было более подробно, чтобы было более подробно. Ваш час откроет момент, упражнение называется алфавит. Запишите его себе. Упражнение алфавит, да, видите его. Это то, что он будет в мире. Скорее всего, вы с ним уже встречались. В школе. Кстати. Если по простому моменту, пока на меня смотрите, здесь важен, потому что он будет в сердце. Упражнение такое, видели, наверное, в интернете где-нибудь там нужно выбрать красный цвет, понимаете, да? А там, понимаете, да, о чем я говорю? Я точно не помню, что там написано слово красный. Да, да, да. Написано слово красный, а цвет зеленый, нужно выбрать красный, понимаете, да? Скорее всего, вы с этим встречались. Это тоже было встречает. Но по факту алфавит выглядит вот так. Что здесь такое? Здесь есть алфавит. Это уже хорошо. То есть, в буквике. Вот. А, БВ, Г, Д интересует вверх. Е, Й, Ж, З, И, О, Б, Б, Б. А под буквами алфавита видите В, ЛВ. В, ЛВ, ВЛВ, ЛВ, видите? Как думаете, что это значит вв? Право, лево, вверх. Правильно. Как делается алфавит? Когда делаете данное упражнение, это действует как логическая часть, так и глобическая часть. Ну, то есть левый и правый полушарий, чтобы быть точным. И когда вы выполняете упражнение, задача как можно больше концентрироваться на его выполнении. То есть чем больше вы концентрируетесь на выполнении любой этой задачи, тем больше их нет. Для начала нужно будет попробовать просто его сделать. Как это делать? Вот вы смотрите на алфавит. И когда влезете лодку А, а подни Б, когда получается правая рука, вы поднимаете правую руку Б. Когда видите Л, где вы, Б. Когда лодку Б, обе, Б. Как вы видите? Вы читаете алфавит для начала? Нужно медленно, чтобы впустить в весь интернет. То есть А, Б, 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 и Е. А потом, когда вы уже принородитесь к этой задачам, как можно скорее это сделать, и быстрее. Задача, когда вы это пройдете, она усложняется не с начала, а с конца. Это вторая часть задачи. Первая часть решительства. Первый момент. Пройти алфавит медленно. А может быть что-то? Нормально. Первый момент. Пройти алфавит медленно. А, В, Э, Э, Э. Второй момент. Пройти алфавит медленно снизу вверх. Третий момент. Четвертый момент, догадайтесь, какой? Снизу. Быстро снизу вверх. И пятый, последний. Так, Опа. Ну или Сэм. Какие-то это называются. Опа или Сэм. Что это значит? Семь. С четыре, пять. Почти. Снизу. Потом бери. То есть сверху быстро и снизу. Быстро. И самое последнее. Запишите. Генератор алфавита. Сделайте генератор алфавита. А на нем вы уже сами экспериментируете. Что тут генератор алфавита? Ну блин, я уже закрыла. Ну вы видели, там ключ. Я не видел. Аккушек. Генератор алфавита. Это следующий момент. Что такое? Что это такое? Открывайте программу в интернете. То есть пишите там алфавит и название. Вам выдается сайт, где генерируются вот эти вот буквы. То есть это не в виде алфавита, а в виде вот такую трещину. Видите? И можно поставить эти кролики в секунду. И тут ты не знаешь, какая буква идет после АВВ и какая под ней. Понимаете? И вот ты должен здесь стоять. Ольт по поводу здесь. И вот ты стоишь и называешь буквы там. Э, В, У, Ж, Х, У, Д, Э, Ольт. Понятно? Право там. Право там. Право. Здесь нет. В или Ольт. В или Ольт. Когда вы можете на этом этапе пройти. Ускоряйте тэп, Маш. Ставите там не одна тысяча миллисекунд, а полторы. Или две. Ну это процент вообще нет. А вам меньше, чем не надо? Нет. Меньше не надо ставить там. Ускоряйте. Спасибо. Открывайте тысячу. Напиши там. Увлечивайте. Найдете камни. Интересно, когда они вот так вот. Один на другой. Начинают спогреть. Я помню, как мы на разовском стояли. И после первой ступы. Вот с ребятом открывался этот текст. И врезал как-нибудь. А теперь у нас. Ау-ау-ау. Понятно? А, да. Как только вы сбились. Либо вы остановились. Либо вы затупили. Вы начинаете сначала. В любой момент затупки. Э-э-э. Блядь. Том, нет тупки. Нет тупки. Понятно, да? Если вот вы стоите, например, тупки там. Если очень быстро делать. А, В, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. Вот видели? Паунку в этом. Все сразу начинаешь. Даже если ты не успеваешь перескочить за эти срочки. Знаете? Все. Тупка заново. Понятно? Что сейчас делать? Сейчас добавишь не хочешь. Что сейчас делать? Сейчас стоим. Парень колесников удаст нам взять? Да, да. Разойдитесь по залу так, чтобы не мешать. Давай пока не сделаем. Как парень еще. А мне тут должна быть вот так вот есть, чтобы не мешать. Вообще нужно вот так. Вот так сложнее. Вставайте нормально. Да, вставайте. Все окей будет. Дальше. Маша открывается. Вот. И мы с вами начинаем сначала медленно. проходить. Потом быстро. А потом в конце вас будет экзамен. Все. Отлично. Ну что? Поехали. Все. Каждый в своем темпе, друзья. Ваши при этом вспомнили. Не себя читать от других. Нет. Ловко. Вот у вас. Вот у вас. Текст. Первое. Надо пройти передненно. Начало вниз. Второе. Нужно пройти быстро. Сверху. А я никому не отвечаю. Нет. Все нормально. Отойди. 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 Уйди отсюда. Все. Поехали. Отойди. Поехали. Яarp. Он. 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 Вожzieh. Ужиг. А. Вы Baby. Продолжение следует... 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 То есть мы всегда видим, чувствуем, знаем, чувствуем чуть меньше, чем благоображен мир. Поэтому картина территория. Манёвры, манер миром, мир от мира не является. Здесь гораздо более огромный, шире, ярче, прикольный, чем манер в мире. Ага. Подхивайте хотя бы чуть-чуть, потому что иначе, мне кажется, что будет лучше. Это можно. Поняли ли основные? Поняли, да. Формулируйте свои слова. Что для вас, да? Карта. Если у нас еще не надо, то есть ли, то есть ли? Или нет? Карта, то есть ли? Карта, то есть ли? Ну, вот, если у меня есть ли, то есть ли у вас, то есть ли у вас, да? Да. Да. Послушай, чувствуй. Да, еще раз. Элементарный инфекция вырезана на 22%. У кого-то карта позволяет выездить на 22% через два месяца, у кого-то на один, у кого-то сразу же, у кого-то через два года. Это не является территорией. Понятно? Ваши убеждения не являются реальностью. Окей? Второе. Любое поведение представляет собой наилучший выбор доступен на данный. Любое поведение представляет собой на данный. Любое поведение представляет собой на данный. Это, кстати, очень сильно относится к тому, что, вот я до этого говорил, Маша может быть вам по поводу авторитета. Бывают такие ситуации, в которых вы сделали какой-то выбор, что-то сделали, а потом думаете, что, окей, а вдруг я неправильно сделал, я мог поступить по-другому. Было у вас такое, мы это уже решили. Это аксиома, она полностью относится к тому, о чём я сейчас сказал. Любое поведение представляет собой наилучший выбор доступен на данный момент. Как понимаете? А почему данный выбор был сделан? Почему именно этот вариант был выбор? Потому что это наилучший выбор, на который была способна ваша голова в данный момент. Понимаете? Да. Да, давай. Короче, это не то, что... Ну, как вы делаете сейчас? А, как вы делаете? Все, что не делаете, все к лучшему. Нихуя. Это не про это. Это не про то, что... А, где-то сегодня, где-то спала, значит, там, в культурном кодексе. Более кофе. Ну, да. Это нет. Это леется в виду одном. Это значит, что на тот момент, то, что мы там спали, там, или там, чего-то там подумали, единственный, лучший выбор на тот момент, который мы могли сделать. А я. То есть, короче, мы не можем себя на это удивить, ведут у себя за это, там, или там, или там, или там, или еще что-то. Потому что на тот момент у нас не было бы этого варианта, какой-то, если он был лучший, более лучший, чем тот, как вы поступили, вы так делали. Ага. По поводу ОС будет дальше. Еще раз. В данный момент в проекте у вас у вас способны выиграть. И не нужно себя за это хорить, винить, как Маша сказала. Если бы вы это выбрали, значит, это было единственное правильное решение. О, я. Едем дальше. Более-менее разобрались, да? Понятно. Когда башка совсем кипеть начнет, вы говорите в балл. Ага. Третье. Каждое поведение имеет позитивные намерения. Давайте так, согласитесь, что эти аксемы понятны и доступны для головы, то есть в принципе все легко. Так? Нет. Посыл просто. Любое поведение несет позитивное доверие. В принципе, что непонятно, все доступно. Но вот сформулировать и объяснить, что это значит очень тяжело. Есть такое? Нет? Понятно, ладно. Ну давайте поговорим со мной про любое поведение. Ну я вчера так сделала, значит я хотела сделать как лучшее себе или другому лучшее. А как в этом жизни происходит? А? Сейчас. А как? Да, но человек, который в определенном образе не ведет, больше думает, кого-то лучше. Например, например, из жизни. Встретили с клиентом и говорили. И тут сотрудник, коллега говорит. Да х**ня это ваша реклайн. Пейма говно и ей жизнь говно. Она кому хочет помочь, да? Она хочет помочь. А ты ей отвечаешь. Сама такая. Она рассказывает вам о том, что вести дьявол с детства. Она сексина. Ну, короче, вот. Она хочет помочь, но просто на данном моменте не может помочь. Ну, окей. А в жизни как это можно? Вот это убеждение, как его можно в жизни трактовать, использовать и все. Что же вы делаете? Это х**ня. Да, это х**ня. Нет, нет, я вижу, у Димы накалачиваются последние гвозди в броди и ласпись на броди. Все, что вы делаете. А как вам это убеждение в жизни помогли? Что любое надеяние имеет позитивное? Не обижаться, но любое надеяние. Да, все. Я могу перефразировать ограниченное убеждение в жизни. Ну, душу. Здесь очень важно. Ну, в общем, если ты думаешь, что что-то походе для тебя это дело кто-то, то можно как-то перефразировать в голове, что зато он помог ему тому. Ну, я рад за тобой. А делал ли он что-то плохое для тебя? Ну, вы что бы ты перебал в данный момент? Потому что в жизни человека это был наилучший выбор на данный момент. Потому что он вылезет на меня зло и он не ударит своего ребенка. Ну, теперь я могу сам за мной перебал. А это мы вернемся к седьмой. Сегодня любое поведение имеет право реакции общения этого обратной связи. Это не так. Все верно. Ты можешь в голове понять, ну, короче, найти позитивный какой-то. Просто, например, ты ведешь тренинг, у тебя какой-то питерс постоянно общается на этом тренинге. Пойми, что это единственный выбор для него сейчас. И его, наверное, исключительно позитивное. Может быть, ты просто будешь смотреть, видишь, поэтому он общается и хочет тебя... Ты вместе с тобой? Было у вас, наверное, так, третье. Одни, бывает, пересекаются, чтобы понять вам. Мы объяснили вторую, чтобы вам легче было понять третью. Понимаете, да, по целому? И иногда бывает такое, что вас ругают или борду кто-то вам дал. Да, это позитивное намерение. Иногда бывает такое, что вас сильно ругают, сильно на вас обижаются. Это тоже позитивное намерение. И гитарный пример сейчас покажем вам. У вас такой же в жизни 100% вывод. Это важно, чтобы вы понимали. Вот. А мне сложно. Сложно? Да. И только сейчас говорят, ребята, вы такие сенситивные разбирали. Мы первую разберем. Знаешь, что Вадим скажет? Сложно. Не, подождите, я знаю, как сидел этого сейчас. Сложно, что это просто? Кинтик, вы любите разрядочку. Да. Сложно. 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 Но ты умещался вот здесь. Я подавал тебя и говорил твоей матери, наш малыш лучше всех. Он вырастет самым лучшим парнем на свете. И ты рос таким замечательным. Здорово было. Каждый день был счастьем для нас. Но пришла пора стать самостоятельным. Выйти в люди, и ты вышел. Но где-то, по ходу дела, изменился. Перестал быть собой. И ты позволил другим. Тыкать себя пальцем и не говорить, что ты ни на что не годен. А пришлось трудно. Ты старался как виноватых в этом. И нашел мою тень. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь. А важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если со спугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое. Но будь готов удары держать. А не плакаться и говорить. Я ничего не добился из-за него, из-за нее и за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Я всегда буду тебя любить. Что бы ни случилось. Ты мой сын плоть от плоть. Самое дорогое, что у меня есть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет. Не забывай обещать, мать. Понятно, да? Более-менее. Скорее всего, у вас такое же тоже было. Единственный момент – это позитивное намерение. Какое здесь позитивное намерение было? Я бы еще предположение. Давайте дальше. Не играть в проведение столовом для пенсии. Какое позитивное намерение было у столов? На даче столовом, чтобы его сын нормальный парк не рос. И для него это был единственный допустимый вариант, который смог бы попасть. Он позитивное намерение. Хочется, какой-то влюбленный. Он очень серьезный. Впередрым? Можно перед, будто бы, будто бы? Чего? Пельмец уже был? А, приобретатель. Пельмец уже был. Все. Там. Давайте последний. Окей? Нет. Последний. Пум. Последние кодопали. Чтобы мыхаться. Давайте без перерыва, но нормально. Нет, давайте сперевем. Сто пудово надо! Запишите последнее. Мне же двадцать, блядь. Да нет, уточни все. Так еще пятьдесят. Запишите. Запишите. Необходимое это осуществление. Берите. Все равно не забили. Чего? Все равно не забили. Я все понял, извините. У каждого есть все необходимое для осуществления, перемен и достижения. У каждого есть все необходимое для осуществления, перемен и достижения. Да. У каждого есть все необходимое для осуществления, перемен и достижения. У каждого есть все необходимое для осуществления. У каждого есть все необходимое для осуществления. В полном случае мы на ипоте в свою жизнь встал уже день, в час. До того как вы пришли на собеседование. Вы специально расставать таком, то вы тут и шли, узнали. Здесь очень важно, что как ни примитивно, то все дело в мыслях. Это очень важно. Если в вашей голове зародилась мысль, какая-то идея, она может ощутиться в вашей жизни, как и в твоей голове колесников. Понимаете, да, последствия? Это очень важно. Если в вашей голове зародилась какая-то идея и мысль, значит у нас есть все инструменты, все ресурсы для этого строя. Это нужно принять в плане. У каждого есть все необходимое для существования. Короче, если вы вдруг решили пойти на упаде? Ну или нет? Похуй на обратно. Запишите себя. Запишите себя. Желание дается. Главное дает? Вы слышите? Хороший прав. Главное дает, что там есть в сессии? Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok